вот соответственно ну то что мы говорили про финансов замечательно сценария очень много будет идентий если вы хотите реализовать допустим дитили за допустим тоже программа лояльности и я думаю скажу что можно сделать для того чтобы сделать такое решение вот я знаю стартап уже работает над этим то есть на самом деле а сценарий очень много поэтому сигарет что переведет наш мир и опять же касается и адреса плачей то что мы о чем мы говорили вот тут вот важный момент еще один слайд из конференции который мне понравился что ответ сказали про свой путь дальше то есть действительно пилоты прототипы но мне понравилось то что они идут дальше будут использовать искусственный интеллект облака большие данные и так далее и так далее приходит следующий слайд точно вместе все как раз таки блокчейн 30 то есть одной стороны да было здорово что мы научились хоть как-то работать без истойки внутри блокчейна вот следующий этап раз таки интеграция блокчейна с существующими системами поэтому если вернуться назад посмотреть на тот же сценарий архитектуру в концов тоже с банков америка другими словами вот машина 2 лучей блокчейн есть некие прокси или какой-то сивок серый через которым мы с которым мы хотим работать по большому счету ценность сам где опять же больше распределенная база данных до своеобразная до открывает новые возможности но в конце концов это опять же просто база данных и сервисы которые обогащают эти решения должны уметь работать с данной системой если вернуться к веб-джету там было очень интересно я сначала не понял зачем в туризме при заказе гостиницы или еще чего-либо блокчейн когда глубился в эту тему самом деле они правы здесь проблема порядка 10 миллиардный бизнес мире и не сказали что каждая 25 транзакция на это теряется заказали где-то она потерялась кто-то денег точно не получил огромные деньги если посмотреть на сценарий то в каждом компьютере здесь да то есть от заказчика так слотне клиента до гостиницы есть целая цепочка организации компании которые продают все эти те или иные сервисы и что важно у каждой из этих по базе данных то есть база данных базу данных перетекают эти данные все где-то будет всегда утечка есть будет возможно что данные как-то могут изменяться в конце концов пока он получает этот заказ и выполняет может произойти очень много всего соответственно получим он сокращает как раз таки всю эту связь между ними включая арбитраж и понимание от гостиницы до всех участников кто продает этот сервис что происходит автоматизирует процесс через через спар контракт с точки зрения архитектуры то есть мы уже видели то что делали раз европанки развернули систему есть золотбалансер машины которые получают работают с данными внутри блокчейна есть манер которые соответственно можно раскидать между всеми участниками потому что это направо на которых не работают от консенсуса ну здесь репортинг я говорю что зачем этот сервис в чем нет речь я сказал интересную вещь вот тоже писал получен и пытался искать информацию получения как вы ищете расскажите да а как анализируется что делать инструмент инструмент до технически и еще раз скажи эту фразу вот санта деле с блокчейном работать не так уж и удобно для того чтобы отслеживать всю информацию которая особенно если ждет репортинги или быстро реагировать на происходящее там допустим если происходит какой-то арбитраж на ту или иную сделку в общем это еще не несовершенная система поэтому на вопрос зачем этот репортинг на самом деле это не не репортинг там суть была в том что они используются компоненту в облаке лентах некий такой сервис где в реальном времени уже получает идентификации в большом большом количестве которая отслеживает что происходит внутри блокчейна дальше эту информацию интерпретируя уже там которая понятна на полок или направляет его будет или в аналитику парке время время либо хранит ее но у вас на случай здесь они по ману секуль используют они организационную базу дома и соответственно ли выдела там пушит и выдавление уведомления то есть вот это уже классика работа со в чейном то есть 4 как блокчейн или тот же вы сплавните блокчейн интегрироваться и обогащать и работать с внешними системами для того чтобы это было удобнее для этого нужны некие подходы здесь это все сделано вручную как у вас по всей видимости а вот но если мы говорить про системы которые гораздо большие по финансовым системам и такой подход на коленке он не совсем правильный и в целом а если посмотреть на архитектуру я тут рисовал полноценную большую то если банк реализовывать что-то вот в этом роде с блокчейном то у него явно будет своя изолированная система вот будет некий vpn канал в облако здесь будет какой-то ip-менеджер в данном случае который оттеняет работу из вне блокчейн это просто вот некий подход такой архитектурные на на обсуждение вот то есть примерно будет выглядеть если полноценно включая верификацию авторизацию примерно вот так получили опять же будет на уровне облака для того чтобы они куда с другими системами также можно принести его туда но здесь проще и быстрее поэтому про проект блэшли теперь мы поговорим как делать эту интеграцию как объединять сети сети блокчейны с существующими системами и вообще блокчейны объединяющими друг другу на самом деле штука блэшли оказывается тюринг когда разгадывал энигму и делал свой этот суперкомпьютер а там был парк где-то все находился звался в блэшли все это происходило поэтому такое по всей видимости название блэшли состоит из трех основных компонентов это ажур маркетплейс то есть будет место где обработать две вещи основные можно будет найти спар контракт который выполнить нашу задачу в данном случае допустим тут рассматривается что есть банк компания а и компании некий инвестор у банка есть специализация тут очень важный момент вы слышали что смарт-контракт заменит юристов и так далее да там округа то очень много разных шумихи я не знаю сколько это правда или неправда но если смарт-контракт и действительно будет какая-то сила юридическая то по всей видимости будут юристы которые будут писать смарт-контракт или банки который разбирается выдавать ссуды будут выдавать все вот эти вот смарт-контракты соответственно это же будут некие шаблоны которые нужно будет найти и будет некое место на очень грим про marketplace на ажуре где можно быть прийти найти допустим бланк того же банка скачать его компания которая включает инвестицию найдет его и инвестор найдя что есть компания которая учится через смарт-контракт заключает эту сделку с технологической точки зрения сюда можно будет поместить и криплет о которых я сейчас поговорю которые вы будете сейчас в будущем разрабатывать я надеюсь так вот если посмотреть на типовую систему у вас получается будет только облачное и не облачное решение где бы ни были у вас будет где-то располагаться ваш ваш блокчейн решения причем может быть разно то есть с одной стороны можно использовать в из платформ можно использовать тот же ripple и каждый из них будет выполнять свою задачу допустим вы сможете программы лояльности применять ripple там для денежных транзакций вот для того чтобы с одной стороны объясните платформы между собой это тоже нужно будет сервис и мы работаем над шлюзом который позволит это сделать в то же время где вы храните ключи я хранить ключи в вашей системе а если вы делаете систему для кого-то вообще а как обычно пример который сделал когда ребята из концепции приезжали игре смотрите говорит вот если взять 100 рублей на там 100 долларов и уроните ты пошел что будет деньгами кто-то их под ними то же самое 5 ключ кто-то его поднял все ушло правильно тоже касается удачного решения там что же есть ключ которому нужно знать кого нужно беречь есть система называется киеваль которая позволяет хранить и ключи работы для того чтобы это было безопасно также разрабатывается и так сервис есть часто будет также объединяться вот другими словами все чтобы вы не делали на блокчине в конце концов кто-то с этим будет работать и ему в принципе должно быть все равно что находится внутри будь то и система будь то билинговая система еще другая система что находится здесь какую задачу выполнять нужно быть все равно поэтому интеграция пространство между системами на просто кино чем мы работаем они называются часть подправить дочь соответственно просто как лучей опять же нету не хранение для ключей не шифрования нет взаимодействия другими сервисами и так далее вот в этой нише в этом в этом промежутке мы входим и просто кидаем наше решение на данном этапе это все еще архитектурный подход но 40 мне там нащепетала что очень скоро мы увидим какую-то часть этого решения можно будет потрогать теперь какие ограничения в блокчине для понимания если я хочу в четыре часа чтобы мы делаем какой-то взаимосвязь допустим роз евробанк и сбербанк например хотят глупо не просто вывод смарт-контракт четыре часа дня внутри смарт-контракт нету понимания что такое четыре часа дня для какую-то котировку сравнить ее допустим там евро-доллар примеру и на это разница что-то сделать в актуальном режиме вот чем этого не понимает то же время зачастую происходит волатильность на рынке и ваша система с ним связано то есть система блокчейн вы не пробьетесь потому что нет такого сервиса прийти блокчейн смарт-контракт иди сюда вот тебе вот это данное теперь мы тебе это то чего нету опять же масштабируемость то есть у вас выполняется смарт-контракт или всегда машина не сильный тогда еще есть свои ограничения хорошо если было и была система которая позволяет делать быстрее вашего пишите на терею первое правило допустим данном случае делать смарт-контракты простыми правильно то есть максимально простыми если публичное получение а вы еще можете заплатить очень что-то в то же время алгоритм про которого вы спрашивали смарт-контракт замечательно который выполняет еще алгоритмы где это ваша уникальность которого выполняет какую-то очень интересную бизнес логику вы не хотите выкладывать никуда таким образом нужно тоже где-то делать вовне для того чтобы что-то сделать и вернуться в блокчейн ну и соответственно то с чем все сталкиваются мы сейчас будем говорить про аракты так называемый сервис который позволяет вам работать с внешними системами проблема в том что если вы еще по протоколу по HTTPS куда-то стучаться можете для того чтобы взять то или иное данное и вернуться обратно но у вас нет никакой гарантии что внутри этого сервиса его просто никто не подменит и с одной стороны у вас есть безопасность зона три блокчейна что окей мы договорились протокол дает нам эту безопасность информация которая ведет визне если кто-то подкрутил то чего стоит такое решение соответственно это и заграничение ну соответственно сколько у меня времени поэтому то что мы подытожим да то есть в 4 часа дня и допустим каждые 15 минут для того чтобы блокчейн знал что происходит реальном времени реагировал на реальную ситуацию что касается котировок а это ограничение интеграция существующими системами опять же есть ограничения подытожить по сценариям вы хотите выйти вовне используют алгоритм потому что никто к этому не продрался это не работает поэтому обычно такой пример что если мы хотим 4 часа дня выйти и проверить ту или иную котировку для отсюда как это работает мы выйдем из блокчейна называемым чем через оракул некий сервис который выполнит ту или иную функцию то о чем говорим мы о нашем архитектурном подходе и то зачем мы работаем я надеюсь в ближайшее время побольше новостей это так называемые криплеты значит система подразумевает два фактора с одной стороны безопасность на уровне железа этим занимается миндеризм кто знает SGX у них есть такой подход вот некий контейнер который на уровне железа можно будет работать с данными с блокчейна и второе это платформенное софтовое решение в котором работаем мы то есть возможность выкатить некое СДК на базе которого можно будет делать ваши называемые криплеты что это я сейчас расскажу с другими словами если вы пишете некий смарт-контракт вам нужно выйти вовне смарт-контракте будет возможность щитить каким-то делегат если допустим мы говорим там про UTXO какую-то систему где-то смарт-контракт будет некий адаптер который будет знать где находится сервис контейнер где-то либо в вашей системе внутри вашей организации либо в каком-то облаке он сможет через открытый делегат найти этот криплет некую бизнес логику которая находится вовне и мы все рассмотрим какие не бывает найти выполнить ту или иную функцию и вернуться с результатом обратно причем исполняя ту же дигитальную подпись которая применялась внутри блокчейна то есть кто-то еще польза оракулами то есть есть прям вот с кем вот можно было поболтать one versus один ну а другими словами с одной стороны оракулы действительно может через протокол выйти безопасно достучаться до сервиса то есть предполагает что никто его не сломает в то же время у нас нет никакой уверенности в том что внутри его никто не дернет опять же но нету при этом безопасности на уровне железа стандартная структура эти криплеты которые можно будет разрабатывать эта система она будет ну скажем так железо и софтом будет примерно везде одинаковым соответственно некая стандартный подход гораздо проще программировать будет не документация разрабатывать подарок он уже понимает что за язык понимает документацию и разрабатывать под этой пи с точки зрения криплетов будет некая платформа будет джава платформа либо дотнет вот эти вот лет 15-16 наработок этой платформы можно будет брать из дека делать некий хэрингтонс прямо смарт-контракт используйте функции которые уже прописано будущее и другие языки это не не упирается только в это все ну соответственно мы посмотрим сейчас какие они бывают говорим про события опять же есть у нас есть проблема с котировкой получили сам по себе получим четыре часа дня не знаю что нужно делать тоже время можно будет через найти криплет либо вы его разработали либо кто-то разработал криплет который занимается примеру котировками не за форекс и например да к примеру вы это можете кто-то из вас можно его публиковать я могу его взять подписаться на него там есть целый процесс регистрации как это делается чтобы с моим ключом достучаться до него либо те участники которые будут также работать с ним и прямо здесь прописываю ивент хендер который знает что нужно пойти в 4 часа в контейнер который достучиться и будет ждать что да некая бизнес логика что рынок открывается в 4 он получит котировки и на базе котировал конверс информацию внутри а внутри этого смарт-контракта управление опять же одна из проблем смарт-контракта чаблочен и перформанс на самом деле и если мы хотим реализовать большую бизнес логику и сделать какое-то расширение вынести хоть куда-то ее мы сейчас это сделать не можем то есть мы упираемся в саму платформу то есть тут есть два момента которые решаются через эти криплеты с одной стороны смарт-контракт бизнес-логику часть ее можно вынести в огне реализовать и вернуться обратно в блокчейн и второй момент можно сделать также интеграцию сделать некую бизнес логику основанная на базе систем с которыми мы работаем внутри наших готового и того или иного решения там серверами и выполнить бизнес логику и вернуть ее обратно как это будет выглядеть опять же у нас есть смарт-контракт мы подписали некий ивент который мы хотим послушать через критый делегат который знает какому криплету на какой вент я подписался нам нужно он уходит в этот ютилити в этом контейнере выполняется бизнес логика и возвращается результат смарт-контракт и транзакция уходит в блок вот чем платформа это возвращается в транзакцию смарт-контракт смарт-контракт продолжать свою бизнес-логику дальше не закрывается за транзакцию кто-то отправляет до вас есть у вас запускается смарт-контракт он запускает бизнес логику там вызывается внешне он продолжает дальше что он идет возвращается и заканчивается и уходит в блок то есть это непонима интернация с нодой которая да на уровне ноды будет криптоделегат который будет знать куда выходить ян который будет знать как быть с нами билет уже потому что требуется можно над этим и работает и вы при этом разработали либо какой-то сервис которому доверяется да совершенно верно да 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 либо вы сами разработали старик контуром агента у вас есть из дк с готовыми функциями и наборами которые проверены на коленке еще писать не нужно вот соответственно крипе то есть так называемый и телеците самым те самые ивенты которые можно подписаться либо одну сторону либо в другую выполняет данную задачу выдаст информацию извне либо опять же это некая же расширение смарт-контракт который работает информация опять же криплет работать и сохранить информацию другие смарт-контракты просто могут выходить во мне просвещать информацию не обязательно подписываясь на двухстороннюю связь но главное что не могут прочитать котировку которая была прописана в данном случае играл системы давайте все добью вопросы следующее это как раз таки и контракт если мы хотим расширить нашу бизнес логику вовне опять же вот здесь для вас молодой человек это нода людьми словами этериума здесь смарт-контракт здесь будет крипто делегатт который знает найти по discovery там есть целый процесс я вам отдельно расскажу как он находит предлет некий некую бизнес логику вовне и по своей же дигитальной подпись все знают куда реализоваться и вернуться безопасно обратно мы опять же не упираемся только в java например и там тут нет вот неверс кстати речь идет о том зрении другими словами решение просто платформенное вот опять же называется это антлав этот контейнер то есть имеется ввиду связка между железом который выполняется почитайте от интеля SGX по-моему называется и соответственно наша платформа для разработки этих самых криплетов это есть очень-очень вкратце ну вот тут там ваш вопрос собственно если пробежаться то есть другими словами Azure фабрик или сервис фабрик то с другими словами будет серверс где можно будет идти тот самый тот или иной предмет который другой раз работает фабрик который вы будете использовать как некий сервис для работы извне говорили про Azure keyword для того чтобы хранить ключи вот какой-то делегат который знает как работать и делать протокол и авторизацию и шифрование для того чтобы выходить вовне в общем кому будет интересно я потом в оффлайне посидим я вам расскажу как регистрируется как это происходит и как работает вся эта система опять же зачем все это нужно блокчейн он идет дальше его применяют уже в боевых системах опять же это просто база данных если ее не подключить и не обогатить с теми системами которые будут использовать информацию ну это здорово это интересно на уровне прототипа то есть мы говорим про реальное серьезное решение которое было бы интересно рынку можно будет соответственно уметь работать с данными системами применяя этот или иной сервис коллеги у меня все вот вам спасибо я наверное передаю слово Александру да может вопросы пока не забыли давайте вопрос скажем в этом вы сейчас допустим кто-то записал транзакцию один майнер идет за майнер и этот блок ждет себя другим майнерам чтобы они проверили каждый из этих майнеров должен проверить что транзация верна то есть он должен скачать этот криплет и удостовериться что действительно все в нем так что будет если этот удовлетный сервис другим майнерам ответит на другую информацию то есть как будет решаться ну алгоритм контент тоже то есть криплет в блокчейн записывается как обычно решается в самой системе как контракт или нет давайте нам рассказать как работает регистрация и как другие знают почему потому что внутри этого анклава есть также и блокчейн решения которые знают как вернуть и сказать что подписался не знают что то есть несколько участников которые между собой договорились так это лайтинг-нетворк поверх блокчейна блокчейн то есть это фактически как сайдчейн боковая цепь которая цепляется к какой-то главной цепи да ну и там как бы существует одна главная цепь это блокчейн биткоина все остальные цепляются к ней ну вот я не знаком с этой системой то есть дополнительно больше получение этого есть давайте какие вам еще интересные примеры встречались с B2C проведения облучения как вы можете понять а что для вас решение B2C на облучение что вам интересно просто до этого приводили пример где гостиницы и конечный клиент это B2B B2B2C да то есть поменьше банков там или вот страховые компании или с медициной я считаю это большая бизнеса куда людей чего поставить какие решения которые могут сделать стартапы перезадай еще раз вопрос какие решения с вашей точки зрения интересные встречаются может ли стартапы с B2C ну конечно не все получается в конце концов то что мне понравилось B2B2C в конце концов потому что конечный пользователь получает некий результат сокращения процессов между ними ну если мы берем допустим Росевробанк получается для вас прозрачно получается что банки с которыми не работают да в этом консорциуме у вас происходит везде этот плугин удобный вот и при этом все происходит надежно и безопасно это пример про связку здравоохранение допустим и страхование мне очень нравится и допустим страхование и автомобили вот оттуда интересный сценарий которые происходят вот соответственно страхование автомобилей и интернет вещей мне очень нравится например ну к примеру давайте скажем так по всей видимости возможно в будущем будет система что телеметрия уходит в облако куда-то вот и на базе этого будут знать включать страховку или не включать от того что произошло включая видеокамеры который находится там вот примерно вот так 5 копеек уходишь в облако а облако чьё а неважно не монополия хороша иногда своя если у вас есть если у вас есть в чем проблема с вы говорим про телеметрию вопрос про распределенную базу если какая разница кстати про хорошее вот хорошо что задают вопрос а зачем тогда мы же говорим про консорс распределенную систему причем здесь свободы 36 регионов да 36 регионов у нас дата-центров то больше чем в Амазоне где у нас дата-центры теперь давайте предположим вы делаете систему вот тут вот интересный сценарий с которым я столкнулся что вы сделали систему для группы участников и они захотят войти в вашу экосистему что вам нужно будет делать professional services вам нужно брать эту машину и к ней поднимать эту ногу или давать какие-то скрипты которые они будут поднимать сами правильно для того чтобы стать участником этого блокчейна вы можете допустим вы положите эту машину вы положите marketplace машину допустим в облаке с определенным скриптом где он по discovery соединится сетка уже по конфигурации зашитая там он просто платит за компьютер который там накручивается и тот который заработал систему он вообще к этому человеку никакого отношения не имеет он подключается автоматически к этой системе он сам платит ее за нее в любом облаке ну я не знаю про любого облака но допустим мы делаем такую возможность можно вот вот ответ в данном случае во-первых такие распределенности у вас получается особенность что важно для блокчейна и про интернет вещей то есть одна из проблем вообще интернета вещей это безопасность сейчас уже самое главное и вот тут вот платформа которая тут облака инфраструктура не определяет не определяет саму суть определяет платформа которая позволяет работать с интернетом вещей и дальше связки как пазлы друг друга особенно безопасность вспомните там месяца два назад взломали полмиллиона китайских видеокамер в америке и сделали дедус атаку через эпил знаете в принципе продолжение по предыдущему вопросу знаете есть такой проект который я не знаю я не знаю соединение блок